Приветствую! Это Максим Джабали и сегодня у меня для вас четвертая серия рекомендаций, уже заключительная, для русских лентяев. Итак, для человека-дуэра. Я подготовил принцип «сделай это». Не бойся делегировать, не бойся передавать людям работу, которую ты реально не успеваешь делать, которую тебе надоело делать. Ты постоянно как загнанная лошадь, постоянно работаешь, ничего не успеваешь. Начни делегировать. Если ты в бизнесе, найми ассистента. Если ты работаешь по найму, попроси босса нанять тебе ассистента или какого-нибудь помощника, коллегам делегируй какую-то работу. Хватит за них подчищать хвосты вечно, потому что они на тебе, на шее уже, на голову встали, несели. Ты их несешь уже там три отдела. Перестань всем помогать. Начни говорить «нет» на помощь. Вот просто займись собой и, наконец, делегируй кучу задач, которые у тебя есть уже повторяющиеся. Ну, хватит. Хватит. Сколько можно уже без конца работать. И ты заметишь, что у тебя высвободилось время для того, чтобы заняться теми делами, на которые у тебя раньше не хватало. Времени, которые ты постоянно откладывал. Человек-системщик, мой милый, для тебя техника всегда говорит «да». Не все новое плохо. Я знаю, что ты не очень любишь вот новшества, какие-то новые идеи, потому что это ж... Там не пойми, как их делать, нужно разобраться. Сегодня у тебя есть задача. Говори «да». Всегда говори «да». Вот что бы тебе не предложили тупейшая идея, особенно вот человек фаербол, фаербол какой-нибудь, предложить тебе какую-то хрень вообще несусветную. Говори «да». Ты согласен, ты согласен. И начинай делать. Блин, ты заметишь, насколько весело жить-то. Действительно, вот хотя бы один день сегодняшний ты можешь этому посвятить. Это не сложно. Если вечер, завтра посвяти. Но ты заметишь, это не сложно. Это не изменит твою жизнь полностью. Всего лишь привнесет в нее немного изменений, немного нового этого не стоит бояться. В этом ничего страшного нет. Не все новое плохо. И ты заметишь, что позанимавшись этими новыми вещами, у тебя меньше страха уже будет перед теми делами, которые ты откладываешь. В них будет уже как-то легче к ним уже можно будет подступиться. Вот это твоя задача на сегодня. Человек фаербол. Закон не разби. Я знаю, что все, чего ты касаешься второй раз, оно все тут же превращается в руины. Вот все, чего ты касаешься, ну как так перестает работать сразу. Ты вот в том, что уже работает, начинаешь наводить порядок. Просто жопа там какая-то. Вот как будто садится кто-то на это дело, что бы это ни было. Просто с сегодняшнего дня берись за новое вместо совершенствования старого. Ты увидел что-то, что уже работает, но тебе хочется его доделать? Не доделай. Потому что пока ты его будешь доделывать, ты его переделаешь, и оно перестанет работать нафиг. Пожалуйста, вот сегодня, и желательно вообще с сегодняшнего дня, берись за новое вместо совершенствования старого. И тогда, и каждый новый раз, у тебя будет получаться лучше. И ты заметишь, что у тебя освободилось больше времени для того, чтобы заняться делом, которое ты так давно откладывал. Человек-интегратор. На тебе закончим. Метод доктора зло. Одна из самых твоих больших проблем в том, что ты не умеешь отказывать людям. Отчего тебя не попросят, ты совсем согласен. Помоги. Хорошо. Приди в гости. Хорошо. Помоги затащить холодильник на 18-й этаж пешком. Один. Пожалуйста. Потому что я, что-то у меня нога болит. Хорошо. Посиди с моим ребенком. Хорошо. Слушай, у меня вот там что-то сломался компьютер. Приди, помоги. Хорошо. Слушай, а можешь помочь? Я не успеваю, вот, выручи, сделать за меня работу. Хорошо. А можешь меня подменить? Я вот тоже вот как-то... Это... Пожалуйста. Хорошо. А можешь со мной поговорить по телефону? Это не спрашивают, это сразу делают. Да, конечно. Я сейчас работаю, но, в принципе, да. Я знаю, что это твоя засада самая большая в жизни. Ты вечно людям помогаешь. Добр к ним. И у тебя из-за этого нет времени на себя. Вообще не остается. Сегодня. Ты будешь доктором зло. Что тебе не говорят, ты говоришь нет. Вот системщик говорит да, а ты говорит нет. Тебе предлагают, слушай, можешь помочь? Нет. Слушай, а можешь вот как-то... Чуть-чуть хотя бы. Ну, как-то. Ну, вот там немножко времени займет. Нет. И отследи в это прекрасное волшебное чувство внутри. От того, что сегодня твой день. Ты его можешь посвятить лично себе. И твоим задачам, которые ты так откладываешь на потом. Вот. Если вам интересно разобраться со своей личной эффективностью, добро пожаловать в полную систему взлома планирования. Там вот есть конкретная система личной эффективности, как забыть о делах, отложенных на потом. А на этом у меня все. До встречи. С вами был Максим Джабали. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok